На его полотнах морская гладь, завораживающая и нежная, порой уподобляется свирепому чудовищу, которое несет гибель и разрушение. Великий русский художник Иван Айвазовский признавался «Море – это моя жизнь». О творчестве мариниста решили напомнить в Музее Белорусского Полесья. Наш проект посвящен творчеству великого армянского русского художника Ивана Константиновича Айвазовского, талант которого наиболее ярко проявился в написании произведений на морскую тематику. В XIX веке Иван Константинович Айвазовский в этой теме превзошел всех, кто был до него, и превзойдет всех, кто будет после него. Он оставил после себя огромный массив произведений. Проект интерактивный, а все потому, что в постоянной экспозиции музея в зале русской живописи XVIII-XIX веков выставлена картина «Море». Она была написана Айвазовским в 1847 году. Полотно внушительных размеров – 175 на 260 сантиметров. В Пинске работа оказалась в 1962 году. Иван Константинович Айвазовский обладал даром импровизатора. Он очень часто повторял одну и ту же тему, но каждый раз на новый манер. Если сравнить картины на одну и ту же тематику, например, кораблекрушение, волна, уносящая корабль куда-то далеко в море и так далее, они даже по цвету не похожи. И вот в нашем музее имеется огромное полотно Ивана Константиновича Айвазовского. «Море» – это одно из повторений художника на эту тематику. Творческое наследие Айвазовского – своего рода маленькая энциклопедия. На полотнах море в самых разных состояниях. Здесь штиль, легкое волнение, шторм и даже буря. Водная стихия представлена в любую пору суток. Зеркальная гладь отражает предрассветные лучи или колдовскую полную луну. Морские волны в десятках оттенков. Художник сумел отразить все нюансы цвета – от прозрачной лазури до густой черноты. «Море» Айвазовского зрителя заставляет грустить и улыбаться. Художник признавался, что во время написания картин им овладевали самые разные чувства. Обаяние лунной ночи, нега ясного заката, ужас, нагоняемый на душу бури или ураганом. Участники мероприятия вдохновлялись работами художника. В ходе лекции образ Айвазовского как человека, непревзойденно рисующего моря, дополнился новыми гранями. Интерес к его творчеству растет постоянно. И вот наш проект, он тоже посвящен Айвазовскому. В том плане, мы хотим показать его не только непревзойденным маринистам, но и также меценатам, альтруистам. И сегодня искусствоведы считают, что в его творчестве были истоки импрессионизма, истоки сюрреализма. То есть тут еще очень много открытий. Узнать факты из жизни и творчества, проникнуться романтичностью и лирическим настроением работ Ивана Айвазовского можно в Музее Белорусского Полесья.